Ну, сразу виду, что два форварда в Санкт-Петербурге очень тщательно устанавливает мяч Роберто на ближнюю штангу, подача и гол! Серджи Парини, защитник, третий номер Ювентуса, который пришел в штрафную площадь для того, чтобы помочь партнерам по команде, оказался свободным и очень хорошо подрезал мяч головой в дальний угол. Ну что ж, те болельщики итальянского клуба, которые оказались на трибунах в Вестпале, в штадионе могут ликовать. Посмотрим еще раз за этим эпизодом. Опередил, буквально несколько секунд, опередил капитана Михаэля Цорко и очень хорошо подрезал мяч в дальний угол. Начал и тот, и другой клуб. В 10-й минуте мяч побывал в сетке ворот и немецкий. Это Марко Курс ввел с нем жесткую такую борьбу. Раванелли бьет. Мощный удар. Баруси. Он выдвинутый вперед нападающий. И, конечно, Михаэль Цорк помогает ему часто в выдвигании и вореза. Ну а сам он из Бразилии, из Гуарани, успел поиграть еще и во Франции. Так что опыта ему нет. И снова слева фланга его готовится выполнять Роберто Баджа. И мы помним, что после такого главу был открыт счет в этой встрече. Еще один удар. Справится с защитниками, которые хорошо играют главой защитниками. Персонально присматривают за этим нападающим итальянского клуба. Раванелли. Раванелли. Что погибло. Эти три футболиста неплохо. Ну снова мы видим картину. Ибрагим Танк. Интересно. Но пока преимущество у итальянцев. Парму уже в финале. Александр Дель Пьера подскользнулся. И сумел выполнить передачу. Очень большие трудности. Это еще раз говорит. Отболку за трусы. Постоянно следуют по пятам. Бьют по ногам. За атакующую комбинацию. Предельно внимательно. Предельно жесткая борьба. Ивентуса бросились ему на перерез. И успели вернуться в оборону. На своем плавенном поле. Чтобы хоть чуть-чуть разрядить середину. Баджо за футболку придерживался. Показал. Баджо. Это много метров. 28-27. Баджо бьет. Прекрасный удар. Закрутил мяч. Верхний угол ворот. Роберто Баджо еще раз доказал, что, несомненно, сейчас самый техничный игрок Европы. И, пожалуй, самый опасный при выполнении вот таких штрафных ударов. Роберто Баджо выводит Ивентус вперед. В повторном матче розыгрыша Кубка Уэфа. Посмотрите, как здорово выполнен удар. Мяч ударился в перекладину. И затрепыхался в сетке ворот Боруссии. Ну что ж, Роберто Баджо еще раз доказал, что он подлинный лидер команды. И в самую, пожалуй, тяжелую и трудную минуту продемонстрировал. Сделать и взломать оборону итальянского клуба. Идет 33-я минута. Фабрисо Рванелли с мячом. В связке с этим нападающим Рванелли смотрелся очень и очень ярко, очень сильно. Проводил матчи первого тайма этой встречи. 2-1 Ювентус ведет. Я думаю, что судья добавит. Ну даже не несколько минут, потому что очень было много остановок. Появлялись часто носилки на поле. И вот пытались устремиться в быструю контратаку. Роберто Баджо против него. Ох! Да. Охнули. Растешелый итальянец, но успел оценить ситуацию. Увидел, что Штаффен Клосс выдвинулся из ворот и таки. Но на удивление очень сбалансированная получилась игра у Ювентуса. В этом чемпионате команда и забивает много. Тур их чемпионата играет очень успешно. Баджо. Баджо. Да, Трэдшок этот мяч не дошел. Ювентус сейчас показывает игру, которую очень модно сейчас Ювентус выигрывает. И по сумме двух встреч сейчас имеет преимущество. Удачной игрой в этом сезоне. В самом случае, один ключевой мяч он забил. Я сейчас о нем расскажу. После этой атаки в Баруси, на пути к полуфиналу. Быстро выполнил штрафной на передачу. Рамкула все-таки дотянулась до мяча. Хотя допустил ошибку. Надо было, наверное, выбить мяч кулаком. Он пытался его поймать. Но все кончилось благополучно для голкипера Ювентуса. Роберто Баджо против Фройнда. Передачу сделал точную Александра Дель Пьера. Момент-то был хороший. Удалось ему убежать от защитников итальянцев. Раванелли. Теперь он будет бить. Да, Раванелли... Сейчас игроки Ювентуса получили относительную... Идут. Одна уже команда известна. Завтра определятся участники финала Кубка Европейских чемпионов. В мае на телеканале Россия. Ну и я думаю, что настоящие любители футбола. Баруси счет 2-1. И сейчас момент равновесия. Удастся ли какой-то... В какой-то стране качнуть эту чашу весов. В свою пользу, в свою сторону. Роберто Баджо выполняет штрафной. Деливи издали. Выбрал позицию. Закрыл мяч корпусом. И заставил нападающего Барусина... Довести дело до дополнительных 30 минут игры. Но есть еще время у игроков. Не знаю. Вот сейчас обострилась ситуация у ворот Ювентуса. Еще 2-1 очень скользко. Баджо. Нарушение правил со стороны гостей. Тут тяжело. Молодой он нападающий. И тяжело вести такие матчи. Здесь и... Деливи открывается слева. Ему передача. Роберто Баджо около своей штрафной уже. Оригинально пропустил немецких защитников, чтобы не дать развиваться атакам Баруси. Посмотрите, клуб очень грамотный. Очень опытный. Почувствовал, что вот сейчас можно поиграть с немцами и в отборе, и на чужой половине поля. Отодвинуть игру от своих порог. И делают это. Рванели с мячом. Ах ты! И делать это они будут на половине поля хозяев. Роберто Баджо получил по ногам. Обратите внимание, получает мяч и сразу разворачивается. И зыч на команду. Баджо почти с этой точки забил мяч. А вот сейчас штангу выручает. Затрясла и заставила похолодеть сердца Баруси. Болельщиков Баруси. Магуа украсть. Не повторил нам этот момент, этот удар. Рванели рвется вперед. Открывается Баджо. Нет, ему передачу не сделала. Рванели сам пробил. Перезал мяч в сердце. Ворот Клосса. Затем со штрафного. Жулио Сезар сравнял счет на 10-й минуте. И вот он. Роберто Баджо на 31-й забивает второй мяч. Который в итоге и оказался решающим. И принес.